МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На его песнях выросло как минимум уже три поколения. А рекорд в 50 миллионов проданных пластинах не побит пока никем в нашей стране. Золотые хиты сопровождают нас в самые важные моменты нашей жизни. Наедине друг с другом или за общим столом от печали до радости всегда рядом с нами Юрий Антонов. Не так давно Юрий Михайлович отразил свой 75-летний юбилей. А сегодня и в нашей студии его пришли поздравить близкие друзья, коллеги, соратники, по-настоящему самые любимые люди. Юрий Михайлович, здравствуйте. Примите в наше поздравление с днем рождения. Юрий Михайлович, скажите, пожалуйста, вы как человек, написавший самый главный хит о мечте. Сегодня о чем мечтаете? Ну, практически мечты все сбылись. Ну, может быть, что-то там недоработал чуть-чуть. Ну, это уже все зависело от меня, ни от кого больше. Поэтому, ну, жаловаться особо нельзя. Жизнь протекает тихо, умеренно. Умеренно, спокойно. А это то, о чем вы мечтали, если вы говорите, что все мечты сбылись? Ну, человек, я думаю, что человек никогда не знает, что у него ждет впереди. И он не живет будущим, он живет вот сегодняшним днем. Ну, я так думаю. Ну, если бы я был какой-то прорицателем, как называется, то я мог бы, так сказать, заглянуть в свое будущее. Но так как у меня такой возможности нет, вот приходится наблюдать. Смиряться с настоящим. За тем, что за окном. Игорь, а вы хотите помочь заглянуть в будущее, Юрий Михайлович? Вы способны на это, скажите честно? Это тайна. Это тайна останется между вами. Хорошо, мы еще подойдем тогда к вашему сотрудничеству, дружбе и так далее. Юрий Михайлович, у нас в распоряжении есть архивные кадры вашего самого первого появления на телевидении. Давайте же взглянем на это. Как призывный табак разлучали в ночи тяжелые шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. Ну, разумеется. Тут вам 23, это еще Белоруссия. И помните ли вы, о чем вы в 68 году мечтали? О, я абсолютно не помню. Но, знаете, жизнь была совсем другая, абсолютно. Она не похожа на сегодня вообще. Небо и земля. Ну, мы мечтали вообще о малом. То, что для нас сегодня вообще не является мечтой никакой. Мы об этом мечтали. Вот так мы жили. Вот гитарка у меня, вот видите, какая хорошая. Гитарка хорошая, между тем. Где-то ее там подкупил. Я в ту пору уже познакомился с игославскими артистами, когда приезжали в Сенский Союз. И в связи с тем, что у нас вообще не было никаких инструментов продажи. Вообще. Только балайка там, может быть, там. Вот я подкупил такую гитарку. По-моему, это Хофнер был. То есть никогда в жизни вам не приходила в голову мечта относительно того, чтобы покорить миллионы сердец? В ту пору стопроцентно нет. Я был музыкальным руководителем у Викторовича. Но мечты дальше, так сказать, просторов белорусской филармонии, они обрывались. Как-то так вот. То есть этим они и ограничивались. Ставка была такая маленькая, конечно. Но по сегодняшним временам это просто, ну, не знаю. Конечно, деньги были другие тоже. Но в то же время, вы знаете, на жизнь хватало как-то, чтобы не особо не голодали. Но тем не менее, конечно, сравнить с сегодняшним раем, это просто невозможно. Люди, которые не знают того периода времени в жизни в Сенском Союзе, но они даже себе представить не можно, какая разница между тем и сегодняшним днем. А вы ведь из семьи военного человек. И вам, собственно, была уготована такая судьба поначалу в Суворское училище папа вас планировал отдать. А как вот стало понятно, что другая дорога у сына? И насколько он с этим смирился? Ну, это, собственно говоря, это воля мамы. Прежде всего, мама, огонь, женщина была. Это она меня за ручку в музыкальную школу привела. Ну, я жил в городе Молодечно, маленький городок, такой областной центр в ту пору, в Белоруссии, не 100 километров от Минска. Там было три учебных заведения. Политический техникум, кооперативный техникум, музыкальное училище. Ну, как вы думаете, куда мне повелить? И выбрал меньше взрыв. Меньше. Вот так вот началась моя музыкальная деятельность. И вы учились на аккордеоне? Да, на аккордеоне. Вот этот аккордеон, Хонор, это отец привез с Германии. Вернее, даже не отец, а мы вместе всей семьей вернулись где-то около 50-го года, с Берлина. И у меня было два аккордеона. Один красного цвета, другой белого цвета. Шикарные, настоящие немецкие аккордеоны. Фирменные такие вообще. Тогда вы, видимо, полюбили хороший инструмент. И не только хороший инструмент, а хорошие вещи. И хорошие вещи, так. Ну, вы знаете, если посмотреть на старые фотографии вот моего отца и матери, берлинского периода, примерно 1947 год. Вот посмотрите. Они были одеты, ну как, вот папаша был похож на гангстера чикагского. Знаете, такие костюмы двубордные. Ну, маму какое-то роскошное платье с вышивкой. А шляпы какие там были шикарные. Просто отец... Да-да-да, вот мама в шляпе. То есть это любовь и страсть к моде вы унаследовали от своей семьи? Ну, вы знаете, когда мы вернулись в Советский Союз, любовь к моде несколько сникла. За неимением возможности приобрести что-либо. Ну да, уже вот там я показан там в таких штанах, в кепочке. Вот это была мода. Я, как сейчас помню, все искали такую кепочку, чтобы было два пальчика козырек, два пальчика. И чтобы она так наклонялась к козыречку, так вот ее одевали, натягивали кепочку такая. И вот так ходили, вот так вот. А вы были шпаной или нет? Или были приличными ребенками? Это что, это приличный ребенок, вроде. Во время ваших самых первых гастролей вы познакомились с Иосифом Кобзоном. И разница между вами была какая-то гигантская абсолютно. То есть вы молодой начинающий артист, а Иосиф Давыдович уже был просто звездой Советского Союза. Однако он почему-то как-то сразу вас оценил, и вы подружились. На почве чего? Я скажу так, честно и откровенно, что он меня оценить, он мне не мог. Подружиться тоже это все очень, так сказать, скромно сказано. Но я хочу одно сказать, что у нас был небольшой составчик, мы приехали на гастроли в Новосибирск, это был 64-й год. И мы когда приехали в Новосибирск, я увидел множество рекламы. Иосиф Кобзон, Иосиф Кобзон. А у нас были два дня выходных. Вот один из первых дней мы пошли к Кобзону на концерт. Нас пригласили музыканты Кобзона, они были знакомы с моими музыкантами. Мы пришли, а я посидел. Я помню только вот шикарно, помню, огромный зал такой. Ну для нас с той поры это был просто огромный. Это был Новосибирский оперный театр, 1600 мест. Гитарист, рояль стоял, как сейчас, помню, на большой сцене такой голый рояль один стоял. Вышли музыканты, барабанщик, по-моему, там гитарист, флейта, что-то такое вот. И он запел песню. Ну это было шикарно, конечно, это было клево. Народ любил, это 64-й год, вы представьте себе. И после концерта нас пригласили в ресторан. У Иосифа был такой, так сказать, привычка такая, после концерта отпраздновать. Выступление, он накрыл целую такую поляну. Мы все сели там за стол, выпили там, закусили, все так познакомились. Ну, в общем, вот на этом и закончилось, так сказать, наше знакомство. Ну, меня представили вот наш руководитель Юра, там, из Минского. После этого у нас был большой перерыв, так сказать, покуда я там еще в Питере отработал с поющими гитарами, потом приехал в Москву в Росконцерте, потом в Москонцерте. Вот тут мы уже плотно столкнулись. Ну и с тех пор вот такая приятная дружба не только с Иосифом, но и с его очаровательной женой. Нелли, которая сидит здесь вместе с нами. Нелли. А вы помните, как Юрий Михайлович появился в вашем доме? Или как вот, если вы начинаете отзываться о Юрии Михайловиче? Ну, конечно, помню. Хотя вот эта дата, 1964 год, я не могу понять, как это вообще могло быть. А с тобой, Юрочка, мы познакомились в 1971 году. У тебя была репетиция, ты стоял на сцене, а мы сидели, ждали, значит, возможности отрепетировать Иосифа. И ты спустился и почему-то подсел ко мне. Это неудивительно. Красивая женщина. Я это навсегда запомнила, это для меня было просто потрясение. И ты такой был роскошный, в белом пиджаке, волосы до плечей, блондин. Ну, что-то невероятное. А Юрий Михайлович, вы супруга Юрия Давыдовича? Вот сейчас я уже это не помню, но это детали. А, так, вы деликантно опускаете. Я хочу сказать тебе, Юрочка, что Юсиф очень ценил твое творчество. Ну, как и все мы, как наша семья, и как вообще все на свете. Без твоих песен, без твоей душевности, без твоего голоса вообще я не представляю, как прожить. И я хочу сейчас еще, пользуясь возможностью, сказать тебе, какое счастье, что иногда я тебе звоню в ночи, иногда ты мне звонишь в ночи. Начинается тема, ну, обо всем абсолютно. Начинается у Юры с врачебной, с медицинской темы. И потом вот... Пришло время. Да, и потом вот мы долго беседуем. Для меня это очень важно. Юра, спасибо тебе, что мы с тобой вот так дружим. Замечательно. Спасибо. И еще я хочу сказать, что мы соседи, и нам повезло, потому что мы много лет 9 мая всегда встречаем вместе. Это самый светлый праздник. Мы поем твои песни, мы танцуем, мы кушаем вкусно, и мы вместе. Юрочка, дай бог тебе здоровья. Ты не в прошлом, ты в будущем. Пойдем. Спасибо. Юрий Николаевич, а правда это или ты опять же досужишь домыслы журналистов, что только вы имели право вообще критиковать Иосифа Давидовича, что он вам это дозволял? Послушайте, ну это домыслы каких-то журналистов. У меня нет привычки кому-то о ком-то говорить там негативно там. Я всегда этого... А журналисты такие, они люди... Их все интересует. Больше их негатив интересует, чем позитив. Вот когда вы работали над песней «Маки», которую пел Иосиф Давидович, вы как-то руководили или нет? Вот это как раз в студии, когда записывали. Мы были с Игорем, да, в студии, и пришел Иосиф, он говорит, ну я сейчас пою, я, ну я так на рояле подыграл, он спел. Я говорю, нет, ты знаешь, что-то давай вот попробуем еще раз. И в результате мы, чего не было вообще никогда в истории Иосифа Кобзона, пять раз мы записывали песню. Он обычно сейчас с первого раза пишет, первый, ну второй. Игорь, свидетель, я говорю, Иосиф, ну прости меня, но вот тут надо вот немножко вот так, вот помягче так. И наконец пришли к результату. И потом он эту песню исполнял во всех концертах. Она была его из последних любовей. Над собой горой цветут тополя. Над собой горой летят журавли. И плывут из края в край по полям. Махи, махи, соли земли. И казалось бы, ну что в том за страсть. Столько лет они пылают в траве. Ах, как хочется в те травы упасть. В красных махах полежать на земле. Махи, махи, красные махи, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки? Махи, тех, кто сытых холмов не пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Михайловича, поскольку нам всем известно, что вы человек достаточно закрытый, то мы решили проводить в течение этой программы некоторые расследования. Видите, у нас здесь черный ящик. Не пугайте меня. Там лежит довольно приятные... Нет, ну зачем же. Довольно приятные факты вашей биографии, к которым мы вот время от времени будем обращаться. Я сейчас достану сразу все эти фото, факты и документы. И хочу вам задать вопрос. Вот тут у меня есть первая фотография, на которой изображен кто и где это. Узнаете ли вы? Ну, конечно, узнаю. Но только я не всех помню. Девушки-то явно приблудные. Такие. Это мы сразу отлетаем. А кто-нибудь есть здесь, те, кто сидит за этим столом? Нет, здесь нет. Это очень старый состав. Я за тобой прям. Вон, да. Ну, конечно. Ой, Аркашка, тебя... Сбраться я и не узнал. Ты сильно изменился, я же скажу. Мы сделали вам сюрприз, Аркадий. Мы постарались, видите. Расскажите, пожалуйста, что за фотография? Где это вы? Как вы общались с Юрием Михайловичем в тот момент? Кстати, ну, это ансамбль «Магистраль», это 77-й год. Кем вы работали в ансамбле «Магистраль»? Я работал радистом. Радистом? Да. Вот как все началось. Дело в... Передавал. Я могу рассказать, просто началось все с того, что Юрий Михайлович увидел меня в ресторане «Архангельска». Я работал там на бас-гитаре и пригласил работать к себе в «Магистраль». А так я в этом году, в 76-м, закончил Баумовский институт. Вот, да, мы стоим. Я сижу. То взять меня на работу музыкантом было невозможно. У вас взяли радистом? Да, у меня взяли радистом. Оформлен техником радистом на работу в Московскую областную филармонию. А на самом деле вы выходили с гитарой? Да. В городе Тамбове уже в конце наших концертов, в городе Тамбове это было, ну, концерт такой общий, сборник проводил царствие небесное Эдик Смольный. А все артисты разные катались по области, зарабатывали так называемые палки, и вот. И аппаратура стояла, естественно, Юрия Михайловича. А Юрий Михайлович в это время гнал новые «Жигули» из Тольятти. Приехал он туда, черный, не выспавшийся. А артисты все прибывают, каждый. И Борис Брунов ему все время говорит, Юрий Михайлович, так, Юрочка, Юрочка, да, значит, еще вот там Гена приедет сейчас, это выступит. Вы не будете не 40 минут работать, а 35. Мы должны были час-двадцать работать. То 40 минут Юра такой, да. Потом еще, и прибегают эти артисты со всех сторон. Мы сидим, ждем. Брунов им говорит, ну, наверное, 30 минут отработайте. Юра почернел еще сильнее, потому что устали. Все, ну, в результате, значит, полная кулиса артистов. И забегает, ну, говорит, Юрочка, ну, минут 20. И в этот момент Юрий Михайлович не выдержал и сказал несколько весомых слов. И наступила мертвая тишина, потому что все артисты это услышали, и как-то они все рассосались. Потому что Брунов сказал, я вам, как член коллегии Министерства культуры, приказываю продолжать концерт. А Юрий Михайлович сказал, Владик, выключай аппаратуру. И аппаратура была выключена. Ну, это было, конечно... То есть характер у Юрия Михайловича был всегда постоятель за себя, умел. Из песен Юрия Антонова, пожалуй, каждый из нас мог бы написать небольшой рассказ о своей жизни. Но кто из нас не ездил на море, море, не ходил по каштановым, абрикосовым, не находил тех, кого нет прекрасней, и не кричал, не умирая, любовь. Спасибо. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется, И никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшая, средство от одиночества, Но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается, и не сбывается, Любовь приходит к нам, порой не так. Ну, всё хорошее не забывается, А всё хорошее и есть мечта. Пусть о любви нечаянной Кто-то сказать измелится, Если поверишь в это, Сердце не закрывай. Сердце необитаемо, Снова любовь потерится, Но и о том, что было, Помни, не забывай. Мечта сбывается, И не сбывается, Любовь приходит к нам, Порой не так. Но всё хорошее не забывается, А всё хорошее и есть мечта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что же, сразу после рекламы мы продолжим открывать ещё и ещё новые тайны, хранящиеся в чёрном ящике в связи с юбилеем Юрия Антонова, который происходит прямо сейчас в нашей студии. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в нашей студии Юрий Антонов, чей юбилей мы празднуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий Михайлович, ну вообще, вот про стиль мы с вами заговорили, вы всегда были очень модным, я бы сказала, человеком. Вы следили за этим осознанно, понимая, что артисту необходимо быть модным, или это, так сказать, удачно сочеталось ваше личное пристрастие, которое работало на пользу вашему имиджу? Ну, в общем-то, честно говоря, началось всё, когда я ещё не жил в Молодечной. У нас был такой известный город недалеко, километров сто щен, там от Молодечной, Вильнюс назывался. Так. И для нас это было, ну какой запад такой, знаете. Да, вообще вся Прибалтика казалась тогда абсолютно. Да, мы ездили туда, как сейчас помню, на мотоцикле с моим приятелем. Там очень такой был серьёзный для того времени рынок, где продавалось всякое там шучки-дрючки, которые приходили с Польши. В частности, продавались ноты, настоящие ноты джаза, для джаза. Но не только жноты покупали, если честно. Да, конечно. Там, я помню, первые туфли, которые купил хорошие фирмы Цебо, Цебо, чешские, наверное, да, Цебо? На такой платформе. Такие, ещё были такие носочки, все... Сейчас, кстати, это мода возвращается, цветные носки, сейчас всё как мода. А тогда, а тогда тоже, а тогда были в кружочках красный, зелёный, синий, белый, красный, зелёный. И вот эти носочки, узенькие брючки, коротенькие. Эти вот башмаки на толстой подошве. Это такой был крутой вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, потом я попал по воле случая в поющие гитары. Мне пришлось ехать в Питер. И уже в Питере я столкнулся там уже с необъятным количеством финских туристов, которые там просто не то же стояли, а валялись по всем углам нашей второй столицы. Поскольку у них сухой закон, то они приезжали к нам, да. И главное, они всё пропивали, и денег не было, а нужны были, они продавали всё. И там были у нас такие очень симпатичные ребята, так я в поющих гитарах. И все мне подходили, Юра, Юра, вот это вот, слушай, мы тут немножко форцанули там, вот у нас пиджачок итальянский продаётся, вот парфюмчик, финский парфюмчик. Я говорю, покажите. Раз, пиджачок. Я как увидел этот пиджачок, у меня, представляете, в душе всё за песня. Песня запела. Я говорю, ну, думаю, ну, ладно, ну, форцанули. Форцанулировщики такие, ребята все молодые, ну, думаю, они не будут с меня драть. Я говорю, сколько будет стоить пиджачок? Он так на меня смотрит и говорит, ну, тебе, для тебя будет стоить, ну, 200 рублей. 120 рублей средняя зарплата в Советском Союзе, 200 рублей. Я говорю, что-то крутовато. Ну, уж так хотелось. Вот, клянулся, он так, я купил за 200 рублей. И они мне в придачу дали парфюм Мэннон, как сейчас помню, финский парфюм Мэннон. И когда я его облился, я так выливал, вот так вот на себя. И я так и шёл по Ленинграду и думал, ну, сейчас все на меня, наверное, смотрят, все проходят, но у меня. Действительно, это был потрясающий запах. Ну, у нас парфюмов тогда не продавалось вообще. Это можно было купить в основном в Питере, там, где было много финских туристов, которые продавали. А когда я попробовал этот запах, я понял, что это моё. Этот пиджак одел, я понял, что это мой пиджак. И вот так я стал на эту тропу. К стилю и к моде. Вот так, через тернии к звёздам вышли туда. У нас небольшое интервью ваше 92-го года, как раз тоже на эту тему. Давайте посмотрим. Я был такой вообще стиляга, действительно, потому что даже в музыкальном училище, вот, меня помнят, как стилягу. Мы специально ездили в Вильнюс, там, доставали одежду модную, знаешь, там, чешские туфли с острыми носами, там. И у меня было одно из первых здесь, значит, я поехал в Вильнюс, купил себе пиджак, такой клеточку был пиджак с широкими плечами, галстук, где были обезьяны, короткие брюки в дудочку, носки с полосочками цветными и туфли на толстой микропорке. Я был вообще супер, кок делали, знаешь, там, кок такой, бешеный кок, там, вазелином намазывали, там. А если бы ты был сейчас на коке? Ой, это вообще, это, конечно... Бешеный, популярный. Нас заметят, годы идут, Юрий Михайлович, а вы неизменно, как сказать, радуетесь, когда заговариваете о моде. Вот, это какой-то источник вкуса жизни для вас. Ну, сейчас уже более сдержан, значительно сдержан. Широкий выбор как-то поугавил радости. Да, уже, так сказать... У меня... Весь был интерес в чем? В охоте. Это была охота. Достать. Достать. Понимаете? Сейчас пошел в магазин, купил. Ну что, интересно разве? У меня в руках еще один предмет из черного ящика. Вот он. Вот он. Что по поводу этого предмета вы можете нам рассказать? Ну, ничего. Ничего? Это сборный альбом такой. Здесь гигант? Ну, гигант, да, уже пошел. Гигант у меня. Первый гигант у меня вышел не в Советском Союзе. У меня не было возможности выпустить гигант, потому что я был не членом Союза композиторов. Мне было положено... Положено. Помните это слово? Было положено только... Сорока пяточка. Сорока пяточка такая. Вот это мне было положено. Вот это... Я мог бы об этом только мечтать. Я был такой хитренький мальчик. Я собрал пленочки там какое-то количество, поехал в Загреб. Ну, случайно. Ну, познакомился с женщиной югославской национальности. Вот. И... В том самом роскошном баджаке были, видимо. Рванул. Вкусно пахли. Нет, по-моему, в джинсах было. Югославка так и пала. Да. Ты женился. Ты женился на ней. Ну... Ах, вы женились на ней? Конечно. Это важная деталь, подсказанная. А как бы меня выпустили, если я не дознаю? Не просто познакомились. Дело зашло дальше. Собрали пленочки и приехали в Югославию. Да. И там выпустили первый диск. Такой славный город Загреб. Угу. Знаете, как получилось? Я собрался поехать... Было... Лето было. И... Жена не могла поехать отдохнуть. А я что-то устал сильно. Я решил поехать на море покупаться. Она мне дала свою машину. Там такой был фиат спортивный. Я поехал в сплит из Загреба. Это через перевал. Там история была очень интересная. Я приезжаю на перевал. Голодный. Ну, а там никаких там налево-направо не было. Вот сел в машину. Включил газ и поехал. И на перевале мне захотелось очень покушать. Я смотрю, гостяница написана. Типа ресторанчика. Закажу туда. Пустой зал. Я сажусь. Выходит женщина такая. Подходит ко мне. Ну, что там кушать? Я говорю... Она сразу понял, что я из России. Из Советского Союза. Ну, такой... Я говорю, да, я русский. Я вот из... Она говорит, ой, Ваня, Ваня там какой-то. Иди сюда. Желько там. Или что такое. Выходит такой дед. Такой не дед, а такой дядька здоровый. Подходит ко мне и говорит... Я говорю, я из Москвы, да. О-о-о-о-о. Я партизан был. Я партизан. Я говорю, кушать хочу. Слушайте. Историю по поясу поговорим. Полчаса прошло. Он вытаскивает такой противень. Заваленный мясо. Там какое-то что-то такое. Тащит какую-то бутылку. Я говорю, вы что? Сливовица, сливовица. Ну давай, наливай. Я же за рулем. Одним словом, я покушал. Мы остались такими добрыми, хорошими, такими друзьями. Настоящими. Я сел в машину, они меня завернули, такой кулек еды. Бараном. И стояли, махали рукой. Вот это Вольво. Я счастливый. Да, я счастливый. Сплит. Это, видимо, полчаса машина была уже. Есть. Но главным образом, вот этот диск-гигант, это ансамбль Аэробус, в который все мечтали попасть. Ну... В том числе, артист Андрей Державин безуспешно пытался прийти к вам в коллектив, но вы его не пустили. Почему? Нет, нет, это неправда. Чтобы я его не пустил... Но сказали, мол, нет, ты нам не подходишь. А Андрюша, старый мой товарищ, вы знаете, я вам скажу честно, это один из замечательнейших музыкантов, замечательных людей вообще. Добрый, отзывчивый, вежливый, культурный. Поэтому Андрюша Державин... Сейчас мы узнаем у Андрея Державина, как он объясняет, что у него такие воспоминания, что вы его не взяли, а он вспоминает именно так. Андрей Державин в нашей студии. Добрый вечер, дорогие друзья. У каждого российского, советского музыканта была мечта. Хоть раз в жизни спеть песню великого Юрия Антонова. Но мало кто может это сделать. Юрий Михайлович, дорогой, от всей души, от всего сердца, поздравляю. И как говорил великий Живоанецкий, осуществляются мечты. Лето проходит, и ветер осенний, листьями желтыми нас осыпает. Хочется взять и решить все проблемы, только вот в жизни так не бывает. Дождь и унылые серые лужи, гости, идеи и сны не тревожат. Тот, кто вчера был, сегодня не нужен, лишь потому, что уже не поможет. С днем рождения тебя, мой друг. Что поделать иногда, вдруг темнеет все вокруг. Трудно быть тем, кем ты был, и приятно тем, кем стал. Может, что-то ты забыл, или просто ты устал. Чувствуя холодно, зимнюю близость, клавиши пальцам упрямо не верят. Звуки, как капли божести карниза, память, которая больше не греет. Каждый по-своему лечит усталость, платит долги и играет судьбою. Ты сохрани в себе все, что осталось, все впереди, только будь сам собою. С днем рождения тебя, мой друг. Что поделать иногда, вдруг темнеет все вокруг. Трудно быть тем, кем ты был, и приятно тем, кем стал. Может, что-то ты забыл, или просто ты устал. С днем рождения тебя, мой друг. Что поделать иногда, вдруг темнеет все вокруг. Трудно быть тем, кем ты был, и приятно тем, кем стал. Может, что-то ты забыл, или просто ты устал. Трудно быть тем, кем ты был, и приятно тем, кем ты был, и приятно тем, кем ты был. Трудно быть тем, кем ты был, и приятно тем, кем ты был, и приятно тем, кем ты был. С надписью «Мечта» я хочу подарить тебе. Я, конечно, хотел на нем вылететь, но он меня уже не выдерживает. Замечательная песня. До свидания. Спасибо, друзья. Спасибо. Андрей, присаживайтесь к нам. У нас тут интрига зависла по поводу того, что Юрий Михайлович так ценит вас и ваш талант, что отказывается сегодня от той мысли, что он мог вас не взять в коллектив «Аэробус». А так ли это было на самом деле? О, ну это замечательная история. Вы знаете, на самом деле я жил в маленьком городе Ухта на севере нашей страны и играл в ресторане со школьных лет еще. И моим старшим товарищем был Игорь Кларк. Он играл в группе «Аэру»… Кларк. Я играл в ресторане. И, конечно, каждый вечер мы играли раз 500 песню «Крыша дома твоего», раз 800 «Мечта сбывается и не сбывается». Я не буду перечислять весь репертуар. Причем, что характерно, люди, которые подходили заказывать песни, они, бывало, даже название не знали. Просто подходил человек, он клал деньги и говорил, вот эту, пожалуйста, сыграй. Та-да-да-дам, та-да-да-да-дам. То есть настолько запоминающиеся мелодии, что не надо было название. Все все понимали. И вот я непосильным трудом заработал себе несколько тысяч рублей и купил свой первый синтезатор. И потом я, значит, как-то играю, Игорь приехал к нам и услышал наше музицирование. И он говорит, а что если я поговорю с Юрием Антоновым и ты пойдешь к нам работать? Ну что можно сказать? Я учусь на первом курсе института. О чем можно еще мечтать? Вот, кстати, этот синтезатор. И, да, я не мог поверить в то, что это может произойти, но однажды звонок, прилетаю в Москву, будет репетиция, будет прослушивание, я прилетаю. Но я стоял за кулисами, это не как с той девушкой, которая была у вас, Аркаш, что... Жанна, 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 да. Это не такое было прослушивание, нет? Нет, нет. Оно было реальное. Оно было реальное. Я прилетел в Москву. У нас тоже реально все было. Я прилетел в Москву, значит, мы сели по странам, я очень хорошо помню такой момент, вообще такие события врезаются в память, такие моменты врезаются в память. Я очень хорошо помню, как мы ехали, база была в печатниках. Точно? Точно. Вот. И мы ехали на одной машине Жигули, весь... С кем? С Юрием Михайловичем? Вся... У Юрия Михайловича была иномарка. А, ну... Причем, я так подозреваю, что Вольво, совершенно верно. Вот она, вот она, незабываемая Вольво. Это не реклама, друзья. Да. Так вот мы приехали, и что-то в тот день не сложилось. Юрий Михайлович опаздывал, мы переиграли все-все-все песни, потом Юрий Михайлович приехал и говорит, вы представляете, сейчас мне там где-то что-то, я на сервисе, там какое-то колесо. Я думаю, ничего себе, даже у него колесо может быть когда-то... У Бога. Да. Разве... Разве... И у них колеса ломаются. Вот такая была история. Это абсолютно реальная история. Но что-то потом не срослось, а через... Буквально через полгода, через год у меня уже появилась своя группа. Угу. Честно сказать, можно я слушаю? Вот мы знаем знакомый с Надюкой очень много лет, и вот какие-то вот года три-четыре, может, пять назад мы встречались так, и я все время ему напоминал. Я говорю, а тебя не тянет вот попить собственные песни, вот свои песни. У тебя шикарные песни были, это правда? Песня, которая с вами прозвучала, замечательная песня, мне очень понравилась. Эта песня написана в 87-м году еще, сто лет назад. Так вот как задолго Андрей подготовился к вашему юбилею, видите? Он вот на фирмонах написал и берег его. Игорь. Я хотел бы сказать, Юрий Михайлович, на самом деле для меня очень приятно слышать такие слова, и я очень хорошо помню тот момент, когда я вел несколько лет программу «Шире круг», и я где-то за кулисами там вышел передохнуть воды попить, и вдруг мне сзади подходит ко мне человек и говорит так, «Ты хорошие песни пишешь, парень, у тебя, в общем, неплохое может быть будущее». И оборачиваясь, стоит Юрий Антонов. Я не поверил, сын. Вот я этот момент, почему-то, запомнил тоже. Игорь, как я понимаю, у вас связывает с Юрием Михайловичем не только творческое содружество, но и житейское содружество. Вы были соседями, а быть соседями – это вообще особое дело. Это навсегда, Игорь. Это навсегда, да. Это навсегда. Я хочу сказать, что у нас был совместный кооператив, в котором мы живем. На Челомее. На Челомее, он назывался «Океан», да. Так. Ну да. Мама Юрия Михайловича, Наталья Михайловна, вытащила пятый этаж при жеребьевке этажей. А вы какой вытащили? Четвертый. И мой балкончик был, как бы, чуть ниже, чем балкон Юрия Михайловича. Мама Юры, а мама Наташа замечательно готовила пирожки, жарила. Она очень любила мою дочку первую, Юльку. Она тогда еще в первый класс. Маленькая. Маленькая, да. Пять-шесть ей лет была. Она ей жарила пирожки. И звала все время Юлю. Она обычно со двора бежала. А помнишь, у вас вход был с другой стороны? Да, с другой. С другой стороны двора, а с другой. И в этот раз она зовет ее Юля Пирожки. Она находится на балконе. Представляешь? И она поняла, что самый короткий путь – это перелезть на балкон выше. Ну, дети, они не контролируют историю. И что-то меня дернуло пойти на балкон. Я вижу такую картину. Представляешь? Что моя малая висит руками на вашем балконе. Она хотела перелезть, но силы не рассчитала. И ей только сил, чтобы не упасть от этого балкона. Она держалась ручонками. И вот так я помню, как я забежал на балкон, перехватил ее вот так рукой, стянул на свой балкон. Я говорю, что ж ты делаешь? Ну, меня вот Наташа позвала пирожки, там, кушать. Вот это пирожки были, я вам скажу. Чтобы за ними лезть через балкон. Ты же всегда ходила через подъезд и через другой подъезд, и заходила в другой подъезд. Был жуткий случай, но, слава богу, все закончилось прекрасно. А еще я прекрасно помню, как ты вяло-ленило выезжал в этот автомобиль Вольво. Ни у кого близко такого просто не было во всем дворе. И ты пару раз даже подвозил мою первую жену, Ленку. Особая история. Да, особая история. Подвозил куда-то до метро, с метро. Купить эту Вольво невозможно было в Советском Союзе. Я помню номер этого Вольво. Четыре тройки? Да. Ю-33-33-мо. И вы помните его наизусть, этот номер. Игорь, ну вы ведь были не только соседом с Юрием Михайловичем, но у вас есть и даже творческий дуэт. Мы вас очень хотим попросить сегодня исполнить для нас эту песню. По зеленой глади моря, пара в гнине океана, Корабли и капитаны покорим в простор широк. Мир дать деля на мили, Жизни дать деля на вахты, Держит курс согласно фракта в бой, в бой. Море, 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 Мир бестонный, Пенный шелест, Волк прибрежный. Над тобой встают, как зори, Над тобой встают, как зори, Наши юности, надежды. Моряку даны с рождения, Две любви, земля и море, Он без них прожить не может, И несчастлив он и горд. Две любви к земле и морю, В нем живут неразделимо, А граница между ними порт, порт. Море, 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 Мир бестонный, Пенный шелест, Волк прибрежный. Над тобой встают, как зори, Над тобой встают, как зори, Над тобой встают, как зори, Наши юности, надежды. Море, 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 Мир бестонный, Пенный шелест, Волк прибрежный. Над тобой встают, как зори, Над тобой встают, как зори, Наши юности, надежды. Наши юности, надежды. Наши юности, надежды. Сразу после рекламы мы продолжим открывать тайные секреты Юрия Антонова и тайные его хитов. Не переключайтесь. Сегодня вечером в этой студии постоянно звучат великолепные хиты Юрия Антонова, чей юбилей мы празднуем. И прямо сейчас с этой сцены прозвучит еще один в исполнении Леонида Абутина и Анжелики Борус. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Анжелика. Я прошу тебя, сумей забыть Все тревоги дня. Пусть они уйдут, и, может быть, Ты поймешь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты, Только ты тому вина. Понимаешь, что мне нужна, Нужна любовь одна, всего одна. Этот день нам вспомнится не раз Я его так ждал Как мне хорошо с тобой сейчас Жаль, что вечер мал Я прошу тебя, побудь со мной Ты понять меня должна Знаешь ты, что мне нужна Нужна одна лишь ты, лишь ты одна Хочу, чтоб годом вопреки Так же были мы близки Так же были мы близки Двадцать лет спустя Не мечтал о счастье я таком Я о нем не знал Даже целый век с тобой вдвоем Мне, наверное, мало Благодарна я судьбе своей За любовь, что нам дана Знаю, будет мне нужна Всего одна она, всего одна Хочу, чтоб годом вопреки Так же были мы близки Так же были мы близки Двадцать лет спустя Хочу, чтоб годом вопреки Так же были мы близки Так же были мы близки Двадцать лет спустя Игорь, вы подключились к нашей беседе Игорь Крутой Вот у нас тут есть из черного ящика Фотодокумент Вам он что-то говорит или нет? Ну да, Илья Говорит? Говорит Что там? Ну, говорит о прическе Которая была когда-то у вас Буйная, буйная прическа Вот Игорь здесь находится Рядом Саша Серов И у него какая невероятная шевелюра Я оказался в Москве на дне рождения Ты помнишь, был такой артист И ты уже не помнишь, наверное, Иван Суржихов А как же? Ваня Суржихов Короче, я оказался на дне рождения Да, но была младшая дочка Лиза Лизочка Я попал к ней на день рождения И на этот день рождения приходит Юра И подарок он ей дарит Песню Под названием Когда тебе 17 Он садится, да Садится Лично для девочки Юра, да И поет песню Когда тебе 17 На день рождения На 17-летие Лизы Круто Круто? Круто Ну вот познакомились, да Потом он говорит А ты же музыкант Да, ты приезжай И я тебе песни там Аппаратура у меня И я приезжаю У Юры Вольво еще в помине Не было У него была оранжевая Семерочка Да, правильно Он тоже оранжевый Пойдем на день Он же на первом этаже На Ташкентской Нет, улица Сормовская Все было точно Сормовская И метро Дальше Рязанский просвет Да, да, да И аппаратуры не было тоже Сейчас вы к этому Лежите? По причине того Что обворовали Один раз У него были вот такие решетки Толстючие на окнах На первом этаже, да И он мне дал клавиру Тогда же писали композиторы ноты Обязательно И он мне дал песню Красные маки Зеркало Вот как бывает Юра был тогда закрыт У него был скандал какой-то В Самаре В Куйбышеве, да? В Тольятти В Куйбышеве В Куйбышеве И его закрыли Выступление закрыли Телевидение закрыли И вот он сидел Писал Это тогда было, да? Точно И поэтому Примерно 87-й год Вам были переданы клавиру Просто чтобы песни не пропадали Или что? Для чего? Вот 82-й Нет, для того, чтобы Лучить песни И с клавиру Я помню Юрий Михайлович славится тем Что он не очень Разрешает петь свои песни Нет, он мне сам дал Нет, вам дал Вот я и хочу спросить Что у вас такого? Что вам он никогда отдал клавир? Блин, а меняются И буквально В Юрмале Разрешил не только вам петь Свою прекрасную песню Но и большому количеству исполнителей В Юрмале была проблема в чем? В том, что Лучше антоновских песен Чем сам Юрий Михайлович Никто не поет И не может петь Поэтому когда Понимаешь? И когда стал вопрос Сделать такой вечер Это был юбилейный вечер В котором все артисты будут петь Был большой вопрос Справятся ли они? И по аранжировкам Да нет, ну все справятся Справятся-то справятся Чтобы это было не хуже Пусть не лучше Но пусть будет не хуже Что я могу вам сказать одно? Я приехал в Юрмалу Но я не знал кто что поет Вообще И вот я вышел на сцену Примерно список артистов у меня был И каждый выходил, пел Я первый раз слышал Как это со стороны звучит Там практически были все звезды Однозначно, только звезды и были Потому что кто сможет исполнять эти песни Вот, посмотрите, да Ну посмотрите Все красивые Игорь, вы же и сами исполняли в дуэте С Юрием Михайловичем песню Ну да Волновались вы? Сильно Хочу узнать, волнуетесь ли сейчас? Очень Очень Спасибо Да Ну мы вас подвергнем Прошу Иногда любви забываю Но про все забываю, любя Без тебя не живу, не бываю Даже если живу без тебя Гляшусь в тебя, как в зеркалах До головокружения И вижу в нем любовь мою И думаю о ней Давай не видеть мелкого В зеркальном отражении Любовь бывает долгую А жизнь еще длинней В дальней дали мне слышится снится Голос твой долети, доплыви И с любовью ничто не сравнится Даже звезды не выше любви Гляшусь в тебя, как в зеркало До головокружения И вижу в нем любовь мою И думаю о ней Давай не видеть мелкого В зеркальном отражении Любовь бывает долгую А жизнь еще длинней И когда я с тобою прощаюсь И ладонь твою глажу в блюдах Ты не верь, это я возвращаюсь Я иду от тебя Я иду от тебя до тебя Гляшусь в тебя, как в зеркало До головокружения И вижу в нем любовь мою И думаю о ней Давай не видеть мелкого В зеркальном отражении Любовь бывает долгую А жизнь еще длинней Игорь Крикой Игорь Крикой Юрий Антонов Владимир Леонидович Хотела вас спросить У Юрия Михайловича огромное количество Романтических, я бы сказала Невероятно нежных песен А характер бунтарский И как я понимаю Вас это качество и объединяло Ну я бы не сказал Что у него бунтарский характер А какой? У него характер человека Который в первую очередь Он хочет перфекционист Он хочет, чтобы все было правильно Правильно сделано Правильно жизнь была устроена Правильно люди себя вели Когда такой подход к жизни То Максималистский такой Да, то бывают какие-то Серьезные затыки Но я про один момент хочу сказать Перекрыт был Антонов У него не было узнаваемости Его не было на телевидении Были песни И эти песни были замечательные И долгое-долгое время Прошло перед тем Как он попал на телевидение Союз композиторов Вот все сидящие здесь Музыканты Прекрасно понимают Что это такое Это было Устройство жизни Крайне несправедливое И мы стояли с Юрой В садике мелодии И ждали Когда пройдут песни Или их зарубят И при нас зарубили песню День победы Как отвратительную Безвкусную песню Пошлую Пошлую Да Пошлую Безвкусную песню Вот как был мир устроен Это было очень непросто И я помню еще историю Как Богословский Набросился на Антонов И у Юры хватило Ума Не сводить с ним счеты Потом И вести себя корректно Зависть Ненависть К успеху Да К успеху К таланту И мне очень понравилась История Андрея Державина Как Юра подошел И сказал ему только два слова Парень Умеешь песни писать Вот что ценится Это правда Злобы нет Вот это самое главное А что-то правда важно Я хочу обратиться к Николаю Расторгуеву Который вместе с нами Здесь За этим столом Николай Какое качество для вас Самое главное Юрий Михайлович Вы понимаете Где-то в середине 70-х годов Когда я закончил школу И играл на танцах Я в небольшом провинциальном городке Подмосковье Вот Я исполнял песню Которая была одной из первых Которая принесла успех Юрия Анатольевна Уберез и сось Удивительной красоты Мелодия Это был пиво Да И я ее пел на танцах И боже мой Сколько семейных пар сложилось Я думаю Наверняка Там на этих танцах Вот эта песня Затем Это уже 90-е годы Новогодний огонек Первый канал Мы исполняли Я исполнял песню Летящей походкой Я вспоминаю От башни снега Замерзают рассветы На белых дорогах Колдует тима И видится мне Раскаленное лето И рыжие солнце На желтых стогах Я вспоминаю Тебя вспоминаю Та радуженная Сошла как заря Летящей походкой Ты вышла из мая И скрылась из глаз Впереди января Мог ли я тогда Еще там 70-х годах Даже подумать Могло мне в самом страшном сне Присниться о том Что я буду сидеть За этим столом Не в страшном Почему? А в самом счастливом сне Николай Вам такое должно было Присниться Я пытался Пытался сострить Что я Я увижу Во-первых Я познакомлюсь С Юрием С самим Юрием Антоновым Вот И была Была очень интересная история В Кане Мы вывели вместе И с Володим Отецким Да И мы привезли туда Видеоклип Не валяй дурака Америка Вот В этот момент Когда давали Парис Там очень долгая Такая процедура Все это в зале Мы заскучали И с Юрием Михайловичем Пошли прям Напротив входных дверей В зал Бар И мы там Себе вискаря Заказали И так Вискарь На кратке Ждали результатов Потягиваем Да И я у меня посещал Мастерю Я стою С Юрием Антоновым Вдвоем Щипали себя за руку Да Нет Это невероятное ощущение Вот И я отношусь С громадным уважением И пиететом Потому что Ну это Это люди такого калибра Согласен с вами Спасибо, Коль А мы Вернемся К той прекрасной песне Которая прозвучала В исполнении Леонида Агутина И Анжелики Варум Песня впервые прозвучала В фильме Берегите женщин У нас за столом сидят Андрей Градов И Елена Антонун Здравствуйте Мы рады вас приветствовать Я хочу спросить у вас Вот Ведь когда кино снималось Вы понимали Во время того Когда вы их там Слушали в первый раз Что Ёлки-палки Это какая-то Невероятная песня Что она не отвязчивая Что Вы ее хотите петь И дальше и дальше И что наверное Когда кино выйдет Что вот Каждая эта песня Станет вот таким хитом Или нет Андрей Вы Поскольку вы исполняли Ну да Делали вид что исполняли Гитару мне показали Перед съемкой Вот этой Показали в какую сторону Гитару держать вообще Я ее не так держал Мне спросили Вы ее как ребенка качали Два аккорда там Да Там бары даже Ну показали за 10 минут До начала съемки Очень правда подобное Я сделал вид что я играю на гитаре Я прошу тебя Сумей забыть Все тревоги дня Пусть они уйдут И может быть Ты поймешь меня Все что я скажу Не знаешь ты Только ты тому вина Понял я что мне нужна Одна лишь ты Лишь ты одна Я сделал прям на 5 Поделал вот на этой съемке тогда От ужаса или что? От чего? От ответственности От страха Конечно страшно было После Как вышел фильм Через год я попал в другой город Не в Одессу На съемках В другом фильме Я шел просто Днем по улице Лето Открыты окна Подхожу К очередному окну Оттуда Море море Ну приятно стало Метров 15 прошел И с другого окна С другого этажа Летящей походкой Совсем приятно стало Завернул за угол Другая улица И когда это То же самое повторилось Я понял что это надолго Вот если бы Не песни Юрия Михайловича Могу честно сказать Музыководельного фильма Берегите женщин Просто не было бы Вот и все Не вряд ли бы мы его так любили Наверное Ну а мы Решили Пройтись По знаковым местам Фильма Берегите женщин А для тех кто например давно не бывал в Одессе Сделали в определенном смысле сюрприз Давайте посмотрим наш сюжет Берегите женщин Берегите женщин Женщин берегитесь Это было начало картины Здесь оператором Александром Полынником Была применена Скрытая камера Для наблюдения За женщинами Девушками Впоследствии получился Неплохой клип Под музыку Юрия Антонова Мы идем в сторону порта Где проходили также съемки Берегите женщин Берегите женщин Буксир в Австралии Отдаленно напоминает буксир Циклон К 17-й картине Циклон был не такой Испачканный На самом деле Художники его сделали Смысл всего Что в конце картины Он преобразился После холодной погоды Которой было уже Отснята на тура По плану снимался Павильон Дискотека Порт-клуба При чувствительности Пленки Сделать цветомузыку Которая была куплена За большие деньги Нереально было Бригадирам Раздала команда Осветителям Включать и выключать Подобрали У кого хороший слух И когда звучала музыка В такт музыки Включали Выключали приборы Красные, зеленые, синие Наша задача была Весело танцевать Это было правда Очень весело Такие лучшие дни В моей жизни Три дня Это был мой первый опыт В кино Незабываемый 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 Хочу, чтоб годом вопреки Так же были мы близки Так же были мы близки Двадцать лет спустя Песни из этого фильма Песни из этого фильма были супер-мега-хитами И звучали отовсюду Юрий Михайлович, с днем рождения, с юбилеем Лен, а вы какую-то песню сразу полюбили? Там еще в процессе Вы понимаете, когда мы снимались Начиналось же не со съемок вот этих дискотек, где звучат эти песни Начиналась обычная вот эта вот вся бытовуха такая Вот на корабле, да на берегу Женечка Оладьи со сметаной стирать не надо А завтра будет на плен Понятно И мы поначалу вообще не знали, кто нам пишет музыку к нашему фильму Однажды режиссер нас всех собрал, девочек, привел в некую комнату Сказал, девочки, я тут одного интересного композитора нашел Давайте-ка мы его послушаем Когда мы закончили слушать, режиссер сказал, ну как, вам нравится? Будем его брать? Мы сказали, да, да, хорошо, нравится, давайте, давайте И потом в итоге я согласна полностью с Андреем Что если бы этих песен не было в этом фильме Может быть сейчас об этом фильме никто бы и не вспомнил Его бы не было Да Самое интересное то, что этот фильм, как ни странно Вот каждый год, уже на протяжении 40 лет Его обязательно показывают по множеству каналов телевизионных И все его с удовольствием смотрят И я в том числе Да никак Ну ты с усами там Ну я с усами Нет, я там не с усами Я там не снимался Это прежде чем расстаться, другая картина Это он с усами был И пел его голосом Юрий Михайлович Не всем повезло петь в этом фильме Игорь Скляр не пел Ну вернее, не всем повезло петь голосом Юрия Михайловича В этом фильме Игорь Скляр Ну да, да Игорь Скляр остался неохваченным Но однако передает свои поздравления Юрия Михайловича Давайте его послушаем В фильме «Берегите женщин» Я там играю не главную роль И у нас ансамбль И я пою одну песню «Белое солнце дня, я прошу опять» Я пою голосом не Юры Антонова, а, по-моему, Беликова Я очень завидовал главному герою Андрюше Градову, который пел голосом Антонова А я думаю, ах, как жалко, что не я пою Я прошу тебя, сумей забыть Я прошу тебя, сумей забыть Все тревоги дня Я думаю, что и фильм, и успех этого фильма Это как раз из-за того, что там звучит музыка Нашего замечательного, незабываемого, 70-летнего композитора Юрия Михайловича Антонова Я ведь вам уже объяснял Мы коллектив молодой Буквально два дня назад поскользнулся Вдруг раз, и у меня сезонное обострение радикулитов И когда мне говорят, будьте, пожалуйста, берегите себя Это чушь, Юра, не береги себя Живи так, как тебе хочется, как тебе кажется правильным Поздравляю тебя Браво Сразу после рекламы Сюрпризы в студии для нашего именинника Не переключайтесь Сегодня вечером в нашей студии мы празднуем Юбилей великолепного и легендарного композитора Юрия Антонова И прямо сейчас на нашей сцене Еще один хит В исполнении Валерий Аплодисменты Сплетают руки лилии Сплошной зеленой линией Все больше, 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 больше отделяюсь от земли А мимо гуси лебеди Любовь мою несут Пора прибиться к берегу Та волны не дают А мимо гуси лебеди Любовь мою несут Пора прибиться к берегу Та волны не дают Пока несло течение Глядишь, прошло мгновение Что было мне подарено судьбой А речка тихо катится В местах зеленых прячется Все дальше, дальше, дальше Разделяют нас с тобой А мимо гуси лебеди Любовь мою несут Пора прибиться к берегу Та волны не дают А мимо гуси лебеди Любовь мою несут Пора прибиться к берегу Та волны не дают Ах, жизнь моя течение Века моя сомнение Куда поток уносит голубой Не трудно в путь отправиться Не трудно с лодкой справиться Но трудно, трудно, трудно Управлять самим собой А мимо гуси лебеди Любовь мою несут Пора прибиться к берегу Та волны не дают А мимо гуси лебеди Любовь мою несут Пора прибиться к берегу Та волны не дают Валерия и Юрий Антонов Лерочка, ну мы всех спрашиваем Сегодня о том, как Повстречались они в жизни С творчеством Юрия Михайловича Думаю, вы в детстве еще повстречались Ой, повстречались Бели, наверное Конечно, бели Мне с детства Очень нравится песнь Наверное, одна из самых-самых любимых Это «Двадцать лет спустя» Да, вот как-то так Такая мудрая песня Такая мудрая Ну, просто она еще красивая Очень мелодически Ну, понятно, все хиты мы пели И все песни до сих пор помним наизусть Мне кажется, вот Я не знаю, это в какой-то уже генетической памяти Не только мы, наши дети тоже Вот дети откуда Знают Знают, любят И ценят Конечно, написано необыкновенное количество Какое-то невероятное Таких песен, которые стали уже нашей классикой А вот мы сегодня пытались с друзьями Юрия Михайловича Выяснить, какие качества Вот самые главные у Юрия Михайловича Вам вот что, как сказать Женским глазом что бросается? Ну что, ну, во-первых Мимо всего красивого человек не проходит Равнодушным не остается Я сейчас имею в виду не только там Какую-то женскую привлекательность Но вообще Ценитель красоты Человек очень требовательно Относящийся к себе и к людям И, наверное, Юрий Михайлович, наверное, сгадаем Все равно у вас Как бы не поутихла вот эта тема Когда Поутихла? 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 Когда кажется, что все должны так вот, как вы Поутихла? Поутихла? Ну, слава Богу А ты говорю, ну что же вы душу-то свою рвете? Потому что, ну, невозможно Как-то на каком-то были мероприятии Говорят, ну, Господи, ну почему же саундчек такой? Ну, ведь уже был саундчек Ну, почему же звук так отстроен? Я говорю, Юрий Михайлович, ну, вот уже расслабьтесь Уже можно чуть-чуть посвободнее уже Ну, не понимаю Потому что сам максималист Сам все делает на тысячу процентов Все, и хочет, чтобы другие так же Ну, вот, не всегда так получается Не у всех Ну, это надо как-то с пониманием Просто в жизни относиться уже как-то Ну, я рада, что у вас в этой части что-то поменялось А, Юрий Михайлович, про любовь мы сегодня Я еще поговорим Но я хотела спросить вас О ваших увлечениях помимо музыки Есть что-то, ну, что вас вдохновляет, расслабляет? Спорт, например? Ну, не очень Когда-то это было, конечно, в молодости А вот у меня тут из черного ящика фотографии Интересные фотографии Вроде как к хоккею имеете отношение? Да, немножко имело отношение Был такая система в Советском Совете Концертов в Адвардсах спорта Где выступали артисты, эстрады И звезды советского спорта И вот там я познакомился с ребятами Близко с хоккеистами Подружился И на одном из моих юбилеев Это была зима, были Олимпийские игры Вся сборная команда Советского Союза победила Стали чемпионами Олимпийских игр И они приехали в полном составе К нам на день рождения В ресторан Белград Ничего себе сюрприз Я думал, что они не приедут Потому что гости сидели И уже много времени их нет Они оказывается были на приеме в Кремле И они приехали Вдруг вваливается Команда такая Все в фирменных пиджаках С гербом Советского Союза Здоровые ребята все за стол Ну это был просто Я был шокирован Юрий Михайлович Ну такой сюрприз Какой вам организовала тогда эта команда Мы конечно не сможем организовать Но кое-что постарались сделать И прямо сейчас Мы хотим пригласить в эту студию Вячеслава Петисова и Александра Кожевникова Мы тебя пришли пригласить в команду ночной лиги Пора уже Мы на твоих песнях выросли Побеждали Поэтому да Пора тебе с нами уже Начать Доконент играть Присаживайтесь на меня пожалуйста за стол Спасибо Привет Здрасте Я хочу спросить А почему только сейчас вы решили Пригласить Юрия Михайловича В команду? А Водорос подошел Водорос подошел А Водорос подошел А конечно Это ночная лига Там же играют Ребят можно я в запасные По времени По времени Да Юрий Михайлович Ты не можешь быть запасным Ты можешь быть только лидером Поэтому да Созрел Давай Спасибо 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 Если раз научили Саше играть То это очень просто Я вспоминаю Когда мы были в каком-то из городов На Урале И во дворце спорта Ну я одел коньки Там все Мы так тренировались К шайбу гоняли Гоняли Я разогнался Не мог остановиться А там Такие занавески Весели огромные А за занавесками Гора стульев Гора просто Стульев Там всякие И я разогнался И не мог остановиться И врубился в эту гору Потому что занавеска висела Я думаю Ну там занавеска А там была гора стульев Как я там не поломал ноги Руки Просто не представляю Я теперь Не поняли что хоккей Не ваш Вот тогда я понял Что же это такое За игра такая У ребят Когда они Каждый день рискуют Собственным здоровьем Своими костями Я знаю что такое ноги Вот сегодня я Могу вам Просто честно признаться Для мужика ноги После чего-то там Второе По достойному Я хочу Хочу обратиться К Юрию Николаеву Который Сидит здесь Вместе с нами За нашим столом И на самом деле Является уникальным человеком Потому что Дружил не только С Юрием Михайловичем Но и дружил с его мамой Натальей Михайловной Наталья Михайловна Конечно Я хочу сказать Что Юра Он же удивительный сын Удивительный сын Вот сегодня мы об этом не говорили Но Наталья Михайловна Жила у него Последние Несколько Десятков лет Это в общем довольно Редкое сегодня Качество Когда дети живут Со своими Родители с детьми Да Да И отношение К маме Конечно Было И остается У Юры Очень трогательным Очень трогательным Я был в Берлине Штирлицей Штирлицей у нас болел Да что вы Почему Это был Особый человек Когда Меня не было дома Кто-то ей звонил Из моих знакомых Друзей Она так мягко говорила Да Ну расскажите мне Что А вот вы Как вы считаете И начинает Вы пытываете Про меня Не только про меня И про них Всю информацию Скажи Владе Да Точно Мама удивительный Был человек А почему Ей не хватало Какой-то информации О вас Вы ей Не сдавали Все Ну Жила женщина Интересно было Что там Юра Делает За пределами дома Где он бывает С кем С кем бывает Ну это нормальное Человеческое Такое отношение Любопытство материнское Я думаю Конечно Абсолютно естественно Здесь фотографии Вы Втроем Да Это мы втроем Интересно И как давно это было Это же Да Это уже В сорок В сорок шестом году Меня он Забрал в Германию Да И мы с Юриком Юрику было год Три месяца И мы с ним Приехали В Лейцик Таких был Было год Полтора годика Он сам включал радио И начали сорочек Лезать Лезать на табуреточку И сам радио Включал Так любил музыку Я хочу вам рассказать Про вот такой случай Мы с мужем пошли в кино Оставили Детей дома И вдруг идем Напротив нашего дома Был парк Он есть сейчас Большой парк Молодец И как вышли Значит На нашу улицу Смотрим Возле нашего балкона Народ стоит Я скорее Вырвалась От мужа Говорю Я так не могу Идти как тебе Побыстрее идем Говорю Милиция даже стоит Лицемер И звуки Юрик играет на аккордеоне И народ собрался Такой у мамы Молодой голос Да Как вам казалось Вы были больше похожи На папу Или на маму Или это уже Невозможно На маму Конечно И характером Маменькин сынок Маменькин сынок Ну обычно всегда Мужчины Мальчики Всегда Как правило Похожи на мам А девочки Больше Верили в сторону Папы Ну так В нашей семье было Не знаю Как у других Но мне кажется Что так и в других Семьях Семья была Хорошая Замечательная Можно сказать Сразу после рекламы Мы продолжим Юрия Антонов Глазами самых близких Не переключайтесь Юрий Антонов Культовый композитор На все времена В этом году Отметил свое 75-летие В этой студии Коллеги и друзья Мы продолжаем Юрий Михайлович А сегодня Ваша семья Это кто? Вот кого вы обозначаете Как людей Круг вашей семьи? Ну Мои родственники Близкие Так сказать Кто еще? Ну конечно Тот кто Совсем близко От меня находится Это Мои животные Которые Вы тоже Расцениваете Абсолютно Как семью Ну Они меня Хорошо знают Любят И вы их Неплохо знаете И я их Неплохо знаю Поэтому они Часть конечно Моего общества Так что Что еще? Ну сейчас В небольшом интервью Которое давала Ваша мама Мы видели Как вы Шли по местам Своего детства А вообще Часто вы бываете В Белоруссии? Нет Сейчас я редко Бываю в Белоруссии Ну Как вам сказать В Белоруссии Прошла Моя молодость Я очень люблю Белорусский народ Они Замечательные люди И вообще Как бы Это часть моей родины Юра Помнишь ли ты меня? Я Игорь Данильченко Мы с тобой уже знакомы Более 50 лет Я помню случай Юра заболел Приехал на Славянский базар И простыл У нас там было Малиновое варенье Мед Принес Мы общими силами Лечили И он блестяще выступил В этом самом доме Жил Юрий Антонов Он вместе с мамой Ходил в школу Ежедневно Мама носила ему Кордеон Мы с училищем Юра, привет, дружок Мы вместе Мы твои друзья Мы в том месте Где начинался Наш жизненный Балаганный путь Белорусская филармония В которую Юрий Антонов Поступил После Молодечинского училища С Юрой Антоновым Мы написали Жизнь играет с нами В прятки Мы вместе с птицами В небо Уносимся Мы вместе С звездами Падаем Падаем вниз Любим Верим Грустим Ошибаемся Сердце бережно Сердце прошло Драги Вот в этом училище Имени Агинского Больше половеку назад Юра Делал свои первые Шаги будут Вот пожалуйста Вот Доска почета Вот видите Вот Юрий Михайлович Антонов Здесь Жил И трудился И работал И творил Народный артист России Юрий Михайлович Антонов Не понимаю Почему нет Номеральной доски Здесь На память опять От цели Казари Беспокойно Листать Страницы И мне снятся Всю ночь На снегу Снегири В головынии Красной Птицы Михаил Васильевич Антонов Отец Юрия Михайловича Антонов Он не был Как отец Я своего отца Не помню Поэтому Еще с молодечным Меня Вот С моим Можно сказать Воспитанием Тоже Михаил Васильевич Я ему Очень Очень Благодарен АПЛОДИСМЕНТИЕ 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 Юрий Михайлович У нас для вас Вот из нашего Черного ящика Есть небольшой Подарок Это газета Правда Ее реальный Выпуск От 19 февраля 1945 года День вашего Рождения Думаю Что папа ваш Наверняка Читал Эту газету В тот день Как не миновал Ее практически Ни один советский Человек Вот можете На досуге Перечитать Что же тогда В тот день Случилось Мы шли К победе В тот день Шли к победе Конечно Приближались Мы уже вошли В Германию И шли В полный Драх На хвест Так что У нас были Сладкие времена Мы шли к победе Это правда АПЛОДИСМЕНТИЕ Ну я бы хотела Вспомнить еще О вашем папе Михаил Васильевич Как он отнесся К тому Что вы Не станете военным Может быть Он наоборот С облегчением В какой-то момент Вздохнул И подумал Лучше Мирная профессия Ну Мне трудно сказать Потому что Он очень был Сдержан Своих Сдержан Чувствах Да Он очень был Сдержан Войну прошел От 41 до 45 И вошел в Берлин И еще Почти до 50 Года был в Берлине Ну Как вам сказать Вообще Люди Которые прошли Войну По-настоящему Они были Очень Не слева Охотливые Очень Они не любили Разговаривать Говорить Рассказывать О том Как они видели Погибших Товарищей Горечь Поражения Первые месяцы Первый год Половина Второго года Было тяжелое Время Для Советского Союза Вот эти Фронтовики Люди Которые прошли На долю Которых Они же были молодые Понимаете Их молодость Прошла Во-первых Передвоенное время Тяжелейшее время Было Тяжелейшее время Потом Четыре года войны Тяжелейшее время Вообще Ужасное время А после войны Это разруха Тоже Тяжелейшее время Было Еще Они были Офицеры Им еще Как-то было Легче Они получали Там пайки Там что-то Такое Я помню Какая у нас Радость была Когда Дом Отец приносил И там Такие подушечки Конфетки Такие Зелененькие Розовенькие Такие Салатенькие Сахаром Посыпанные Это было Вообще Лакомство Такое Отец Приезжал По Йокому Дали Он там Уже был Офицер После войны Так что Основу Самой реальной Жизни Человеческой Они Не в сгодах Провели Понимаете Поэтому конечно Трудно сказать Чтобы он Сильно радовался В воспоминаниях Человека Он живой человек Он вспоминал своих товарищей Которые погибли Возле него падали Мертвые Отрывали головы Ноги Руки Там Все это Понимаете Было в куче И он это все Переживал И он как был человек Очень В общем-то Молодой Впечатлительный Все это осталось До конца его жизни У нас есть архивные кадры С вашим Папой И с вами Давайте Посмотрим Михаил Васильевич Спасибо вам большое Что вы пришли К нам сегодня В студию Нашли время Скажите пожалуйста Вот вы Ветеран Великой Отечественной Войны А вам лично Какие песни Военных лет Больше всего нравятся Знаете Таня Я порядком Был время на фронте И знаю Что песни Нравились всем И в трудное время И в то время Когда Бывали Маленькие Перерывы Когда Затихало Но во всяком случае Вот у нас В части Пели песню Синий платочек Очень любили Мой командир Капитан Калмыков Дмитрий Михайлович Тот любил песню И часто брал Гитару в руки Когда было Это Позволяла Обстановка Пел украинскую Песню Такую Как Взял бы я Бандору Отец Он воевал Под Москвой В составе 62-й Морской бригады Вот И я думаю Что В какой-то мере Эта песня Адресуется И ему И его Таскать Однополчанам Эта память Опять От зари До зари Беспокойно Листает Страницы И мне Снятся Всю ночь На снегу Снегири В белом И красные Птицы Белый полдень Стоит Над вороньей Горой Где Оглохла Зима От обстрела Где Нарваную Землю На снег Голубой Снегириная Стая Слетела Где Нарваную Землю На снег Голубой Снегириная Стая Слетела А прямо сейчас я хочу пригласить на эту сцену с поздравлением из песни на грузинском языке замечательную певицу Тамару Гверцители которая пришла поздравить вас с юбилеем Наш любимый уважаемый Юрий Михайлович я хочу вам посвятить эту песню она звучит как грузинский тост но как женщина я не могу произносить тост поэтому я спою эту песню которая называется Многое лето Многое лето Мравалжамьер означает Многое лето Мравалжамьер 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 Мал 결 Субтитры подогнал «Симон» 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 вы его пригласили на это торжественное событие, при том, что он всячески отрекается от того, что он романтик, и как-то с любовью он на вы. У меня всегда были самые теплые чувства по отношению к Юрию Михайловичу. Юрий Михайлович, ну, солнышко такое. Посмотрите, какое лицо. Такое ощущение, что он прям вот брат невесты. Ответственно. Он очень серьезный был, да. Я скажу больше, вот тут он дает некоторые пожелания молодым. Давайте послушаем напутствия, которые были сказаны. Дорогие мои друзья, Оля Кормухина, Леша Белов. Хочу пожелать вам большого семейства. Вообще, чтобы вы не пропадали на нашей, с нашей, вернее, российской эстрады. Я буду очень рад с вами общаться, и в дальнейшем всегда ваш друг Юрий Михайлович Антонов. А, Алексей, а для вас было важным присутствие Юрия Михайловича именно на вашем венчании? Конечно. Мы познакомились с Юрием Михайловичем у него дома. Это было время нашего такого рок-н-ролльного вихря. Юрий Михайлович очень гостеприимный хозяин, и мы часто заглядывали к нему в его фантастический дом, который можно назвать зоопарком. А ты до сих пор остается таким? Я никогда не забуду это время, конечно. Мы были горячие, молодые, безбашенные совершенно. А Юрий Михайлович уже был... Тоже был молодой. Молодой? Нет, я имею в виду, но он был более умерен, так сказать. Нет, нет, нет. Зажигал не по-детски? Зажигал, да. Я бы хотела добавить, что добрых людей на самом деле очень много, но недаром говорится, что блажен, я же и скотов милуют. Людей любят ноги, но вот так относиться к животным, как Юрий Михайлович, я так редко встречала таких людей. Ну вот популярность песен Юрия Михайловича такова, что вот по поводу одной песни не утихают споры относительно того, какому городу она посвящена, где она была написана. Целые расследования ведут отдельные города по поводу песни на улице Каштановой. И у нас есть небольшой сюжет, Юрий Михайлович, как эти споры происходят. Интересно, пройдут в пабрикосы. Есть улицы центральные. Действительно, есть такой исторический факт, что к юбилею Крымской области в 1983 году был объявлен конкурс о написании песен о Крыме и о городе Симферополь. И решил поучаствовать поэт Игорь Шеферан. Юрий Антонов решил аранжировать эту песню и исполнить. Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Все улицы, абрикосовую, вишневую, виноградная улица, тенистая, все улицы. У нас есть эти. Все по песне Антонова, буквально вот одноэтажное здание, маленькие, уютные, с двориками, с виноградниками в дворах. Пройду по абрикосовой, пройду по абрикосовой, сверну на виноградную. На тенистой улице я постою беля пешком. Я постою беля пешком. Мы эту песню просто обожаем. Каждый день, когда я иду по яблоневой. Виноградной? Нет, я иду по яблоневой. А яблоневой нет. Но я пою про яблоневую. Вот я добавил, от имени Антонова. Ну, в эту песню. Сверну на виноградную, и может на сиреневой, а может на каштановой. Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Но все есть улицы. Зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня. Если все улицы из песни Юрия Антонова соединить в один общий маршрут, то получится почти 150 километров прогулки. Совершенно точно, что Юрий Антонов пел эту песню именно про Геленджик. Потому что Геленджик это единственный город, в котором улицы расположены, как в песне. И вот сейчас я нахожусь на улице абрикосовой. Пройдем метров 200 и окажемся на улице Виноградной. Мы прогулялись по улице Виноградной и дошли до улицы Тенистой, где можно постоять в тени, как пел маэстро. И на тенистой улице я постою в тени. Совершенно точно Юрий Антонов пел про Геленджик. Был объявлен конкурс о написании песен о Крыме и о городе Симферополь. Юрий Николаевич, откройте тайну, о каком же городе вы писали? Ну, честно говоря, я не знаю, о каком я городе писал, потому что мне позвонил Игорь Шеферан утречком как-то и говорит, Юра, вот мне позвонили с Крымом, у них юбилей значит, Крыма и надо написать песню. Как ты? Я говорю, ну, я всегда готов. Он мне говорит, у меня вот наброски есть, я тебя сейчас там продиктую, запиши. Я записал все это дело и в течение дня написал песню. По телефону ему напел там. И он говорит, очень хорошо, ну, давай, будем записывать. Ну, я так как серьезно не отнесся вообще к этому делу. Ну, заказной вариант там такой там, что там, ну, написал, пошли мы на радио, записали там. И эта песня зазвучала в эфире. Примерно через неделю мне редактор звонит из радио, говорит, Юра, нас закидали письма, и вообще невероятно, что тут творится. Просто вся страна поет песню. А тогда же было центральное радио, там, маяк какой-нибудь как даст, еще на всю, на все 260 миллионов. Представляете, да? Я тут сразу у меня мнение тут же изменилось, тут же изменилось. Вы сами поняли, что написали шедевр? Да. Я своей группой записали уже на фирму «Мелодия», записали, быстренько рожировку сделали, записали все это. И она пошла вот же в этом виде, уже пошла до сегодняшних дней. В общем, все города имеют право претендовать на то, что Юрий Антонов писал именно про них. Не только про них. Ну что же, сразу после рекламы мы обсудим, как Юрий Михайлович Антонов был первым официальным советским миллионером. И куда он тратил свои немыслимые донорары? Не переключайтесь. Это сегодня вечером. И сегодня с нами Юрий Антонов. Песня «Под крышей дома твоего» стала буквально гимном всех выросших детей, которые скучают по своему отчему дому. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы все спешим за чудесами, но нет чудес и ничего. Чем-то земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе скрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего. Есть крыша дома твоего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дети там, ну и все И все Я пошел очень хитрым Я сделал Я когда увидел эту машину У меня как бы, ну, что я могу сказать Я вспоминаю то время, когда купил первый свой итальянский пиджак Вот я, меня гордерс распирало Я в итальянском пиджаке От меня менон пахнет вообще И тут машина Как же такую машину купить? Я там пык-мык туда, пык-мык Не, не, ну где? Это невозможно, это невозможно Оказывается, существовал такой Отделал УПТК назывался, да Управление дипломатического корпуса Куда сдавались машины из посольств И там была стоянка в Южном порту такая Сосекреченная За трехметровым забором В общем, это длинная история Я бы, если бы я начал ее рассказывать Все бы хотали бы Просто это был такой Это был только детектив такой, понимаете Я все-таки купил эту машину Официальным путем Просто Вот так вот Обвел всех вокруг пальца, как говорят Ну, неважно Сейчас разговор идет о чем? О том, как чувствовать себя миллионером Ну, так же Слушайте Абсурдная ситуация Быть миллионером в стране, в которой ничего нельзя купить Ну да, у меня была квартира 20 метров Двухомнатная 20 метров, двухкомнатная Такая маленькая квартирка Это Выхино был район такой А больше не разрешали Сколько бы у тебя не было денег, все равно нельзя Это невозможно, да И было купить дачу Вы сами понимаете Шесть соток, все А деньги поступали Поступало очень много Почему? Потому что Мы стадионы работали Там по 10 стадионов Дворцов спорта По 20 дворцов спорта Понимаете? И ситуация была такая Что у нас были государственные ставки Вот Витя не даст мне соврать Он работал в моем коллективе Сейчас мы, Витя, обязательно обратимся Мы официально получали Допустим, ну все музыканты Получали там Ну 15 рублей, 20 рублей За выступление Четыре, 19 Вот С надбавками там За второй инструмент За что-то еще Подноска Подноска инструментов Да, подноска Туда-сюда Гастрольная надбавка Ну, я так Как я был гастролер То честно признаюсь вам Честно признаюсь Вот перед 7 миллионами Терезрителями Мы работали с администраторами Которые были очень рисковые люди Администраторы, которые проводили Вот эти вот Мощные стадионы Я работал в Росконцерте В ту пору У нас была норма По-моему там 16 концертов 17 месяцев Ну, мы получали Посчитайте там Ну, я получал там За сольный концерт Может быть, ну 30 рублей Там, допустим За сольные выступления Там, то все Ну, посчитайте там 300, ну 400 рублей в месяц Вот эти деньги Чуть больше даже Я получал за одно выступление От администратора Они просто приходили И давали Юрий Михайлович У нас там стадионы В Ростовской области Давайте поедем 10 стадионов Вот вам деньги Ну, вот и все Слушайте Ну, это был не основной заработок Основной заработок Самый основной Это были Авторские отчисления Да, конечно Со всего Советского Союза Вот было два человека В стране Это Адик Тухманов И я Это были самые Высокоплачиваемые композиторы На тот период На тот период Во всяком случае Мы зарабатывали примерно Мы с ним все время соревновались Кто больше Один месяц Он больше Один и я Если я дам там стадионов Нет сколько Значит уже Очень хорошо работала Система Подачи Аропортичек За произведение Это была государственная система Поэтому Там утаить ничего нельзя было Там вот ты пел И это поступало в кассу И одним словом А кассиры удивлялись? Кассиры Бухгалтеры Бухгалтеры выдавали Ну нет Мы в сберкассе Деньги хоронили Это все официальное Нет Я про это и говорю Но просто когда люди видели Вот такие суммы Ну вы понимаете Простой советский человек Что с ним было? Эти деньги на руки Никто не брал Потому что зачем Их брать на руки Если ты получал С концерта Там 500 рублей Тебе хватало Эти там Ну да Десяти концертов 5000 рублей Это вообще Полгода в принципе Нормальная семья работала То есть вы с Тухмановым Соревновались Просто это был Азарт ради азарта Нет Я бы не сказал Мы с ним в дружеских отношениях Мы так хихикали Но он такой Очень сдержанный Такой человек Он такой Очень интеллигентный Сдержанный Такой знаете Закрытый Можно даже сказать А я такой Все там Я говорю Адик Ну чего там Как у тебя в этом месяце Он так Ну похуже чем в прошлом Или получше чем в прошлом Ну Примерно 15 тысяч рублей в месяц Получали Официально На сберкнижку Не в руки Ага Сберкнижка И там эти вот Сберкнижки Все вот это Вот там вот Собирались Они Как бы аккумулировались Там набирались Там суммы большие А квартира 20 метров А квартира 20 метров Вы с ума сойти И у меня было счастье У меня было двое Жигулей Вот тут Не было ограничений Ему хоть 10 Иметь Жигулей Если ты сумеешь Купить А как вы с ними Распределялись Вы по почетным Одни ломались Одни ломались А другие Можно было В ремонте Ситуация была Вот такая вот жизнь Была у нас Ну все равно Было радостно Все равно было весело Все равно было А знаете почему Потому что были молодые Энергия Перла со всех Вообще Это вот Видите Со мной проработал Давайте же наконец Виктор Зинчук Легендарный гитарист Попавший вообще В книгу рекордов Гиннесса Как самый скоростной Гитарист в мире А это не потому Что вы работали Как раз в коллективе У Антонова Я не люблю этот рекорд Дело в том Что самое сложное Это сыграть хорошую музыку А вот в коллективе Юрия Михайловича Антонова Я был музыкальным руководителем И мы как раз записали Песни Я тебя никогда не забуду От печали до радости Завтра И еще планета Туами Вот как раз песня Завтра у нас есть В качестве архивного видео Давайте глянем на нее Как это будет прекрасно Витек Узнаешь себя? Нет Эти рассуждения Эти рассуждения Привычные Да, цвета Того времени Как раз все пестрые Всегда при на сцене Да, да Сами себя шили Я помню Из наперников У нас тоже Здравствуйте Если бы были тогда В ребенках Назывались Ваши любая меча Модный 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 Конечно Ну раньше Мода такая была Красные штаны Движение потом покажу Я хочу вам сказать Вы очень современно выглядите Мода такая Она же возвращается Вот она как раз и вернулась Да, да, это так А какие вы свободные на сцене Не было никаких уже ограничений К тому моменту Не было Юрий Михайлович Настоящий мужчина Это сейчас вот Есть такие Которые сразу в ток-шоу Обо всех своих победах И о том, что было и не было Рассказывают Нет Сдержанный человек Но поверьте Вы видите это все Какие все были молодые Там такой драйв стоял Такой праздник Такая атмосфера любви И в нас влюблялись И мы любили Это был действительно сплошной праздник А как же музыка иначе рождается Вот так Ну, еще раз и еще раз скажу Что Юрий Михайлович Вот из тех людей Которые мало говорят Но много делают У меня был однажды такой случай Я вот когда попадаю За границу На пляже лежу И мне говорят Ой, вы из России Вас хотели убить У меня половина живота разрезанная Это операция аппендицита У нас были концерты В Измайловском тоже Во дворце спорта Большой Несколько концертов было И случилось так Заболел Ну, аппендицит Все Меня положили в больницу И пришла Ну, практикантка И вот мне сделал Такой шрам Я очень тяжело Там это все переносил Но вдруг Что-то поменялось Врачи прибежали Стали вокруг меня бегать Уколчики И там все Это в советское еще время Это не сразу все получали И Оказывается Юрий Михайлович Позвонил Позвонил И жестко сказал Если вы Зинчука Не поставите на ноги Я вас на голову поставлю Через три дня Я перевязанный полотенцем Выступал на концертах И мы ничего не срывали Но нельзя было тогда И скажу вот еще что У меня здесь с собой Вот есть Вот что Что Ну, со мной все согласятся Творчество Юрия Михайловича Антонова Это три поколения в нашей стране Есть Моцарт, Бетховен А есть Юрий Антонов Поверьте мне Классика дословно Это пример Достойное подражание Юрию Михайловичу подражали многие Но нет такого Кто бы повторил И Юрий Михайлович с нами Сейчас Есть и будет На добрую память Спасибо, Бетхов Спасибо Спасибо Мы все помним Что я хочу вам еще сказать Вот песня От печали до радости Листок Со стихами этой песни Бориса Дубровина У меня пролежал Где-то около 15 лет Ничего себе Когда я нашел Этот листок Там не было названия песни Просто стихи Он желтый стал Я его среди нот нашел Я посмотрел Думаю, что такое Как это Я вспомнил Он мне давал стихи В театре эстрады И я думаю Как же негодяй такой Я сел и написал Песню от печали до радости Но написать песню Это одно Записать это другое А сыграть Шикарное соло на гитаре Это третье И вот это удалось Виктору Его соло Заменитое От печали до радости Это его полностью Соло Который он В стиле Марка Ноффлера Он играл его Я считаю, что просто идеально Просто, видите, идеально Спасибо тебе большое От печали до радости Всего лишь дыханье От печали до радости Рубою подам Редактор субтитров А.Семкин Я хочу передать слово Александру Маршалу Который ты уже сотрудничал В группе Аракс Мы сотрудничали Во-первых, Аракс Да Во-первых, все передавали Юрию Михайловичу огромный привет Спасибо Кланялись, поздравляли Спасибо И так далее Давайте поаплодируем Это замечательная команда Если любовь не сбудется Ты поступай, как хочется И никому на свете Грусти не выдавай Новая встреча, лучшие Средства от одиночества Но и о том, что было Помни, не забывай Мечта сбывается И не сбывается Любовь приходит к нам Порой не та Но все хорошее Не забывается А все хорошее И не мечта Дело все в том, что я после армии играл на танцплощадке в Крыму Там мои ребята меня уже ожидали Я демобилизовался И играли, конечно же, играли Лед Зеппелинг Гранд Фанк Криденс И так далее Вот мы выросли на этой музыке Но была рапортичка И нужно было играть песни советских композиторов Причем там о комсомолии О партии Что было нам противопоказано Просто внутренне И вот представьте себе И приходили проверки Периодически И два гитариста начинают играть Из Лед Зеппелин Лестница в небо Stairway to heaven И там такое вступление Красивое гитарное Переборное Та-да-да-да И я уже готовлюсь, чтобы вступить Та-да-да И я уже И вот уже Вот-вот уже подходит Место, где мне нужно вступить голосом И кто-то говорит Пацаны, проверка Отдел культуры И я пою У березы сосен Тихо-бродит И проеха так Хорошо Михалыч, дай бог тебе здоровья Спасибо тебе за выручку Это было незабываемо Ну а потом я вам скажу действительно Из советских композиторов на тот период Это был Ну это был фирмач Вот так мы его называли Это был человек Во-первых, мелодист Один из лучших То есть мелодизм такой А потом И песни Ну 20 лет спустя Я уже, наверное, я не одинок Да Это моя любимая песня Потому что я ее пел Девушкам И они были не против Познакомиться Под гитару просто Каждый из нас пел ее Точно, да? Ну кто ее не пел Конечно Конечно Так что до сих пор Девушки млели Так что мы значит Голубь и тетка Мы братья что ли? Конечно А у нас был такой случай Я после того, как я съездил в Москву Вот на это прослушивание Да, значит В группу Аэробус Я потом вернулся И мы там где-то в компании Я в институте учился Вот в ресторане играл Там вечером И так далее В группе И вот значит Где-то мы вечером Что-то там выпить Собрались И вот наигрываем эти песни И я А потом там Танцы, шмансы Там все так по комнатам Стали разбредаться И я слышу такой голос Друг рассказывает Про своего друга Он знает чувака Который знает чувака Который был у Антонова Вот так оно И он так И девушка Услышав это Уходит с ним Потому что он знает чувака Который знает чувака Это же понимаете, да? Это знак качества Через три Через три рука Она просто вот Сразу она идет С ним куда-то Юрий Михайлович У нас есть небольшой кусочек Вашего интервью Который давали Татьяне Коршиловой О работе Как раз с ансамблем Аракс Давайте вот мы посмотрим Вернемся к Ансамблю Аракс Вот чем для вас Привлекательное творческое Содружество с этим коллективом? Ну знаете Я с ними познакомился Так близко В прошлом году И предложил им записать Так сказать Первую пластинку Вот И Я Пришел вообще На репетицию К этому ансамблю С некоторым таким чувством Знаете Ну не доверил В общем профессионально Я не был знаком С ними Так сказать С творческой стороны Просто знал Что существует Такой коллектив Но когда мы Начали заниматься Писать В студии Это так сказать В сомнении Мы развеялись Последние пластинку Которые мы записали С ними Они исполняют сами Я являюсь только композитором Неудивительно Что допустим В прошлом году Они были на 18 месте По списку популярности В вокально-инструментальных ансамблей А в этом году Они уже То есть в прошлом году В 79 Они уже стали на втором месте В 78 на 18 А в 79 на 2 Смотрите За один год такой прыжок Да В общем это качественный Качественный скачок Так что Юрий Михайлович скромен был всегда Вот все-таки Как-то он не указал Окончательно На причину Которая так перенесла С 18 на второе место Группу Аракс Ну Не все Не всех смогла вместить Эта студия людей Которые Хотели бы вас поздравить Юрий Михайлович Поэтому вот сейчас еще Маленький сюжетик От тех Кто не смог дойти До этой студии По разным причинам Но тем не менее Хотят вас поздравить Обязательно Поверь в мечту Поверь в мечту Поверь в мечту Скорей Поверь в мечту Поверь в мечту Врагой Юрий Михайлович Что я тебе хочу сказать Главное здоровье И еще хочу сказать Что ты самый настоящий Царь зверей Объясню почему Мы будучи на гастролях Приезжали в какой-то гости И все коты Собаки Гуси И овцы Приходили целовать Юрию Михайловичу Я люблю тебя Будь здоров Дорогой Уважаемый Юрий Михайлович С юбилеем вас Конечно я никогда не думал В своей жизни Что буду поздравлять Такого человека великого Как вы Человека которого Песню поет Не одно поколение Я сам их знал Очень много Чувствовал Вам я желаю Просто здоровья Сил Радости Здравствуй Дорогой Юрий Михайлович От всей души Поздравляю тебя С днем рождения Я очень благодарен тебе За то что Ты дал возможность Правильно подбирать Литературный материал К музыке Относиться серьезно К гармониям К аранжировкам Ты как-то однажды сказал Старичок Нас двое Для меня это была Лучшая похвала Я надеюсь что Не подведу Поверь мечту И вну Ну что же Прямо сейчас Прозвучит еще одна Легендарная композиция Под нее Очень хорошо Загадывать желание Не теряйте времени И не переключайтесь Мы выбираем путь Идем к своей мечте И надо не свернуть С пути уже Нигде И стоит шаг пройти Заносит время след Обратного пути У жизни просто нет И стоит шаг пройти Заносит время след Обратного пути У жизни просто нет Поверь мечту Поверь мечту Скорей Поверь мечту Поверь мечту Как доброту Людей Поверь, мечту, как красоту, поверь, когда-нибудь, поверь, мечту, поверь, мечту, поверь, мечту и путь, путь. Усталость иногда сожмёт усердится грудь, настигнет нас беда, чтоб осложнить нам путь. Пройдём в любви закат и встретим с ней рассвет, поймём, пути назад у жизни просто нет. Пройдём в любви закат и встретим с ней рассвет, поймём, пути назад у жизни просто нет. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Судьи сегодня вечером свой юбилей празднует Юрий Антонов. Ему 75 лет, но в то же самое время это очень молодой, современный человек. Совсем недавно у Юрия Михайловича появился Инстаграм. Да. Каким образом? Кто вовлек, кто привлек? Интересно, чем? Послушайте, 23 февраля, ну, я в основном дома сейчас провожу, потому что, ну, как-то так у меня сейчас восстановительный процесс идет. И пришли мои товарищи и говорят, Юра, ну, что такое? Ну, все уже давно имеют, а ты... Простите, я уточню, вы 23 февраля завели этот Инстаграм? Да. И уже почти 25 тысяч подписчиков. Я подпишусь тоже. Однако... Конечно. Ну, я, я, я не серьезно к этому... Я вообще ни в каких сетях не участвовал. Кто соблазнил? Ну, есть такой Володя Ильичев, поэт очень хороший, мой друг. Он замечательный поэт-песенник сейчас, очень хорошие стихи для песен пишет, очень активно. И он говорит мне, вот это Лизочка, это моя Лизочка. Откусила своему мальчику Геночка все перья. На другую. И он говорит, ну, Юра, ну давай это сделаем. И мы 23 февраля... Нам это хорошо знакомо, Господи, это невозможно. Ну, Михаил, это прекрасно. Да какие смешные посты вы пишите. Это лучший инстаграм, который я... Слушайте, я не медленно поспешусь сейчас по окончанию программы. Это невероятно сложно. Я недавно... Вот это чувство, как это мило. Ребята, это такое позиция, я сейчас подписываюсь. Я, 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 я... Я не дико извиниюсь. Юрий Михайлович. Честно говоря, в одном месте я промолв. Да. Ну, это я в студии. Но вас это сейчас заинтересует... Это Паша мой. Паша. Он на проходы, наверное, сидит на пульте. С ума сойти, звукорежиссер Кликоха Пашка. На студии «Мелодия» запись группы «Араксы» С «Араксы» мы пишем на «Мелодии», с «Араксы». Ну, в общем, в смысле, увлекло вас это дело? Ну, как, в общем, интересная, конечно, история. Но я просто, я никогда не этим заниматься, когда начал там смотреть, там оказалось столько людей, вообще, знакомых мне, очень незнакомых, и у всех там очень много подписчиков. Ну, так, помаленьку идёт. Ну, здесь какое-то видео, давайте посмотрим. Это в прошлом году снег убирали у меня дома. Вот она наша, была земля родная, и нету других забот. Ох, сейчас мы начнём шуровать. Вот какие сугробы навело-то, а? Дружки. Давай. Давай, снимай, снимай. Снимай, снимай. Без валенка останусь. Не дай бог. Ну, инстаграм, ну, не хотя бы для того, чтобы вспомнить, что в прошлом году была такая зима. Да. Вот, например. Серёжа, вы подписаны, Сергей Мазаев, подписаны ли вы на инстаграм? Ну, у меня есть тоже, да, у меня есть инстаграм. Собственная страничка вы имеете в виду, а на Юрий Михайлович. Вы могли себе представить, что у него есть инстаграм? Я не подозревал это об этом. Сейчас вот я увидел, я просто фанат. Это вы меня прокололи вообще перед всей аудиторией. Я не знал. Все, теперь, знаете, у вас будет миллионная аудитория. Сразу же люди пойдут вас искать и лайкать. Я подпишусь прямо сейчас. Что там только нет в этом программе. Серёжа, а что, какая любимая песня у вас, у Юрия Михайловича? Тоже 20 лет спустя? Ну, 20 лет спустя, да, она в репертуаре моего квинтета есть. С разрешения Юрия Михайловича. Мы играем её в таком камерном исполнении. Серёжа известен всем, как роковый певец с прекрасной своей группой. Ну, мало кто знает, что он большой специалист и большой любитель камерной музыки. Камерной. Он хорошо играет на кларнете. У него любимый инструмент кларнет. Он занимается серьёзной музыкой. Вот так не скажешь никогда. Вот, мозаи, мозаи, там, мозаи, там, рок-н-ролл, там. Вы что, это вообще... Вы не знаете его второго дна. У него второе дно потрясающее просто. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Нет, ну, на самом деле, я считаю, что я один из самых счастливых людей на земле вообще. Я, потому что духовой музыкант с детства. Я услышал, когда у берёзы сосен, там, несёт меня течение и прочее вот эти записи. Что было мне подарено судьбой, а речка тихо катится. Субтитры создавал DimaTorzok Любовь мою несу, пора крепиться к берегу. Я полный не даю. Я не знаю, ну, конечно, да, но мне... Антонов предлагает мне... Ну, меня ещё в своё время Слава Добрынин научил, когда мы работали, вот в начале 80-х. Он говорит, когда, ну, если ты, то, там, Вячеслав Григорьевич, ты, можно сказать. А когда Слава, то вы. То есть, как бы, вот, если ты уважаешь человека, вот так как-то прилично. Я всегда Юрий Михайлович, ты, а Юра я не осмеливаюсь говорить. Всё-таки есть какие-то, да? Ну, конечно. Ощущение субординации. Нет, да потом для нас была большая честь, потому что, ну, в общем, мы не особо такая, как бы, ну, широко популярная группа. Мы известные, любимые там, да, но не мегапопулярные. То есть мы не звёзды, мы не стадионные. Не собирали стадионов 10 штук никогда. И когда на нашем 25-летии Юрий Михайлович вызвался спеть нашу песню, нашу песню, не свою, нашу. Но мы, правда, её называем Антоновкой, потому что я считаю, что она не похожа. А какую песню? Где ты? Потому что она сделана, ну, как бы, ну, как будто её для нас специально написано. Но мы так, в общем, есть там Антоновские ипопевки. Вот. И это для нас было, конечно, было уникальным событием. Лучшей наградой. Да, ну, реально, я счастлив. И потом у нас есть очень много общих интересов в плане звукозаписи. Я знаю, что и любовь к инструментам музыкальным. Мне очень нравится коллекция Юрия Михайловича. Микрофонов, например, уникальные. Такой коллекции нет ни у кого. Даже на студии «Винтаж» нет такого набора микрофонов, как у Юрия Михайловича. Фантастический. Конечно, я люблю инструменты музыкальные. Я всю жизнь занимался. Ну, всю свою, так сказать, сознательную молодость. Дальше более средний возраст, старший. Я занимался тем, что покупал инструменты. Ну, люди тратят деньги на всякие там, ну, всякие дела там, бриллианты там, что-то. А я покупал аппаратуру все время у меня там складываются. Юрий Михайлович, а вот, как я понимаю, у вас ведь нет композиторского образования. Вы помните мгновение своей жизни, когда вы почувствовали, что у вас, кажется, рождается мелодия? Да нет, ну, понимаете, мое композиторское образование, мое композиторское образование – это моя жизнь. Все. Это когда-то же случилось впервые? Впервые случилось. Ну, значит, я должен благодарить, ну, как вам сказать, небо за это, понимаете? Ну, вы этот момент для себя не запомнили? Когда это впервые случилось и когда вас посетила мелодия? Не запомнил. Смутно что-то такое, ну, не запомнил. У меня есть какие-то мелодии, которые там написаны в конце 60-х годов, там, в середине 60-х. Ну, они настолько такие, знаете... Ну, это были первые попытки. Это были первые попытки, я их никогда не опубликовал. Они так лежат там и пусть лежат. У меня просто так сложилось моржизм в последние годы, что на одно наслаивается другое. Я все хочу взяться за это, потом за то, потом за третье, за десятое. И в результате получается, что вот мне пишут там, звонят, а где песни новые? Ну, слушайте, ну, отстаньте от меня, в конце концов. Я уже сделал столько, написал же. Я сам путаюсь у них, понимаете? Я тексты не всех песен помню, а вы говорите, что я еще новое писал. Да сил нет уже никаких писать чего-то. Однажды спросили, почему вы не пишете новых песен? Новые песни пишет тот, у кого старые и плохие. Ну, Юрий Михайлович... Ну, это, по-моему, Игорь Крутой сочинил. Сегодня вас поздравило огромное количество ваших друзей, коллег. Но прямо сейчас и самое последнее поздравление, которое будет вот звучать с этого экрана, оно будет от тех, от кого, мне кажется, вам это будет узнать приятнее всего. Давайте же взглянем, кто это. Кот Виктор прославился на весь мир после того, как его не пустили на борт самолета из-за лишнего веса. И хозяин обманом провез своего толстого кота. Он заменил своего кота на похожего, который весит меньше, но на самолет пронес своего. Собираю сумку в полет, потому что кота Виктора пригласили стать почетным гостем на международной выставке. Это будет первый его перелет с того времени, как он обрел свою популярность. Ты котят какой жирный. В этот раз посадка прошла без происшествий. Уважаемый Юрий Михайлович, ваши песни часто звучат у меня дома, поэтому можно сказать, что кот Виктор вырос на них. Поздравляем вас с вашим юбилеем. Следим за вашим творчеством. Очень благодарны за ту работу, которую вы проводите. Спасибо вам. Дорогой Юрий Михайлович, мы поздравляем вместе с Масиком вас с днем рождения. Я знаю, что вы очень любите животных. Я сама обожаю котов особенно. Масик вам тоже передает привет. Он тоже любит слушать ваши песни. Вы гениальный композитор, замечательный артист. Я вас люблю очень-очень уже очень давно. Хочу пожелать вам творческого долголетия, долгих лет жизни, здоровья. Радуйте нас песнями с замечательной, красивой музыкой. Спасибо вам огромное, что вы есть. С днем рождения. Дорогой друг, мой тезка Юрий Антонов, я, Юрий Куклачев, поздравляю тебя с днем рождения. И все мои кошки нашего театра, а у нас 200 кошек, тоже поздравляют тебя. Желают счастья, радости, долгих жизнелет и шлют горячий мяу-мяу-привет. Ну что же, Юрий Михайлович, мы присоединяемся ко всем этим поздравлениям. Сегодня мы, в общем, как сказать, было бы странно пытаться разгадать тайну, как можно быть таким уникальным композитором. Эта тайна, наверное, есть только у Господа Бога. Может быть, где-то вот в тайниках вашего сердца она скрыта. Да, собственно, добираться до этой тайны нам и незачем, потому что у нас есть ваши песни, которые мы любим. И я уверена, будем любить еще очень много лет. И мы вам от всей души желаем здоровья. И будьте как можно дольше рядом с нами. Спасибо вам большое. Спасибо.